Что делать, если средств на покупку собственного жилья пока нет, а жить где-то надо? Отличная альтернатива – арендное жилье. Ежемесячная плата намного ниже, чем за ипотеку, да и о ремонте пока можно и не думать. Квартира, как говорится, под ключ. Заезжай и живи. Несмотря на то, что люди сдают квартиры повсеместно и рынок довольно-таки прозрачен, 95% всех сделок не имеют договоров аренды. И здесь речь идет не только о невыплаченных налогах, но и о реальном риске для обеих сторон. С одной, арендатор может в любое время оказаться на улице, а арендодатель рискует остаться без денег. Именно поэтому, как говорят специалисты, этот рынок не так развит в России, как в странах Европы или в Америке. Чтобы лекаризовать аренду и сделать жилье доступнее, в стране начинает работать ту приоритетная программа «Арендное жилье». Как она будет работать и кто может претендовать на льготные квартиры, узнаем сегодня в выпуске. В эфире «Квадратный метр». Смотрите сегодня. Аренда жилья станет доступнее Якутии, в числе немногих регионов России, которые реализуют программу «Арендное жилье». Пилотный дом новостройка на улице Каландрашвири. Какие квартиры предложат горожанам, узнаем в нашем материале. Большинство регионов страны отказались от реализации программы. Есть определенные риски, но и социальная значимость высока. Почему Якутия решила поддержать арендное жилье и что ожидают от программы? Об этом и о многом другом поговорим с министром архитектуры строительного комплекса Якутии Верой Кузаковой. Сколько стоит аренда? Как сложилась ценовая политика на рынке арендного жилья в Якутске в нашей рубрике «Инфографика». Что выгоднее, арендовать или покупать? Спросим об этом жители Якутска. Программу «Арендное жилье» в республике начнут реализовывать с дома на улице Каландрашвири в Якутске. 28 квартир уже полностью отремонтированы и обставлены мебелью и бытовой техникой первой необходимости. С качеством работы ознакомилась министр архитектуры и строительного комплекса Якутии Вера Кузакова. Объект уже готов, получено разрешение на ввод в эксплуатацию. Квартиры все закомплектованы основным оборудованием, мебелью и так далее. И готовы для заключения договоров передачу в аренду. Отметим, что собственник помещения – Республиканское ипотечное агентство. Еще в 2015-2016 годах для реализации этой программы и увеличения уставного капитала компании из госбюджета было выделено больше 200 миллионов рублей. Эти средства направили на приобретение самих квартир, а также их полное обустройство. Жилье самое разное – с одной, двумя и тремя комнатами. Квартиры разделяют на социальные и коммерческие. В первом случае цена будет намного ниже среднерыночных. Для льготников цена будет, скорее всего, ниже себестоимости. И она будет, убытки от этой аренды будут компенсироваться за счет сдачи в аренду квартиры по рыночной стоимости. То есть такая была идея в самом начале, для того, чтобы бюджетные деньги работали эффективно. Чтобы была возможность для льготных категорий граждан без дополнительных вливаний из бюджета, таким образом, как бы субсидировать им стоимость арендной платы. Почему было принято решение начать реализацию программы в Якутии? Ведь очень многие регионы отказались от нее. Дело в том, что мы приняли решение, чтобы развить эту программу арендное жилье, поскольку у нас граждане многие арендуют, не имеют собственного жилья, потребность очень высока. Граждане не имеют возможности построить, потому что доходы не соответствуют. Поэтому очень многие обращаются по вопросу аренды. Не секрет, что много жилого фонда выведено из эксплуатации, а находится в аренде, то есть теневая экономика, арендуются квартиры, без заключения договоров, естественно, не платят налоги и так далее. Поэтому принято решение все-таки построить арендное жилье, посмотреть, каким образом будет эксплуатация и будет ли прибыль для того, чтобы дальнейше развивать это направление. Поэтому было принято решение, что построить сначала в рамках долевого строительства один жилой дом по улице Каландрашвиль 25 и посмотреть, приняты все нормативно-правовые акты для того, чтобы определить категорию граждан, которые будут иметь право заключать договор арендного жилья. На кого именно рассчитана программа? Эти будут рассчитаны в первую очередь на бюджетную сферу. Это гражданин должен быть обязательно зарегистрирован на той территории, то есть в городе Якутске, и проживать не менее одного года. Также должны подтвердить документами, что он не имеет собственного жилья на данный момент. Кроме этого требуется документ, подтверждающий, что эта семья не воспользовалась правом на улучшение жилищных условий. Вот эти основные критерии для граждан. Когда и куда нужно принести документы людям, которые желают получить квартиру по программе? Программа будет реализовываться через Республиканскую личное и подечное агентство. После того, как РИО разместит информацию, средства массовой информации и на своем сайте, разместит информацию о формировании списка граждан, с которыми будут заключены договоры аренды. В течение 30 дней осуществляется прием документов. Прием документов будет осуществляться в Министерстве строительства. В течение 5 рабочих дней Министерство строительства после приема этих всех документов должны сформировать список граждан по тем критериям, по которым установлены. В течение одного дня этот список должен передать в Межведомственной комиссии. Межведомственная комиссия утверждает этот список и передает уже Республиканскому ипотечному агентству. И с этого момента Республиканскому ипотечному агентству будет иметь право заключать договоры с гражданами. Кроме этого, если будут спорные вопросы, если гражданин будет иметь одни и те же баллы, потому что список будет формироваться по установленным баллам. Если будут одни и те же баллы, то приоритет будет отдавать тому гражданину, который раньше подал заявление. Насколько я знаю, есть и социальные, и коммерческие квартиры. В чем их существенные отличия? Совершенно верно. Жилищным кодексом сегодня предусматривается арендное жилье как социального использования, так и коммерческого использования. Что касается социального использования, аренда должна быть гораздо ниже, чем на рынке установленная стоимость, но и для социальных слоев населения, которые не могут платить в полном объеме. А коммерческая – это с точки зрения для обладателя этими площадями, то есть в том случае, чтобы не уходить в минуса экономика. Поэтому с учетом того, чтобы деньги оставались еще и на развитии. Разница только по стоимости, по планировке, по содержанию квартиры, она не должна ничем отличаться. Есть ли определенные сроки, на которые будут заключать договоры аренды? Но срок аренды, договор должен заключиться в ближайшие сроки, как Республиканское ипотечное агентство установит. Таких определенных сроков, допустим, в течение одного месяца у нас сроки такие не установлены. Но вы понимаете, что обладатель этими квартирами сегодня Республиканское ипотечное агентство. Чем раньше он заключит, тем раньше он будет получать аренду для того, чтобы покрывать свои затраты. Естественно, сроки будут определены с учетом оплат. Дело в том, что сегодня квартиры уже сданы, уже пошла оплата коммунальных расходов на коммунальные услуги. Это отопление, пока у нас сегодня еще функционирует. Это на электричество, общие домовые нужды. То есть затраты уже пошли. Поэтому РИО невыгодно тормозить процессу заключения договоров. Они в ближайшее время примут все свои нормативные документы, сделают расчеты и в ближайшее время должны заключить договора. Известно ли сегодня, сколько будут стоить квартиры? Мы сегодня прикинули, пока еще расчет идет. Предварительно где-то однокомнатная квартира 20 тысяч в месяц, двухкомнатная 25. Но трехкомнатная есть у них тоже в аренде. Расчет будет сейчас уточняться. Сегодня многие арендодатели устанавливают отдельную цену за аренду и плюс за счетчики и коммунальные услуги. Как будет производиться оплата в этом случае? РИО сделает расчеты. Это точно так же будет. Это арендная плата будет выделена отдельно. Сумма. И в том числе за коммунальные услуги. Это по счетчику вода холодная, горячая, электричество, ну и газ. Мониторинг цен на различных сайтах города Якутска дало следующие результаты. В зависимости от расположения, наличия ремонта и мебели, а также состояния дома, в котором непосредственно находится само жилье, цены распределились следующим образом. На однокомнатные квартиры от 18 тысяч рублей до 30 тысяч, на двухкомнатные от 20 до 40 тысяч и на трехкомнатные от 25 до 60 тысяч рублей. Квартиры с четырьмя и более комнатами обойдутся горожанам от 40 тысяч и выше. Кроме того, помимо установленной арендной платы, большинство арендодателей затребует отдельную плату по счетчикам за коммунальные услуги. Здесь размер дополнительной оплаты будет зависеть уже от самих жильцов. Лучше ипотека, конечно, все-таки за свое платишь. Лучше собственное жилье за ипотеку. Я думаю, что ипотека дороже, потому что ты же платишь за будущую свою квартиру, а аренда-то нет, она же никогда не будет твоей. Если будут снимать, то это будут переплачивать, получается, а если собственность, то это уже можно перепродать, куда-то уезжать. И уже это жилье никуда не денется. Если есть возможность взять ипотеку, если нет, то продолжать жить и копить на нее. А почему человек должен именно свое иметь? Да, ну это инстинкт старый, наверное, да. Чувство собственника всегда должно быть у человека. Но в западных странах-то все живут в аренду, в основном-то. Но тогда должны быть арендные цены, стоимости должны быть, конечно, соответственно, низкие. Тогда можно. Как показывают исследования, рея-недвижимость в России в два, а то и в четыре раза меньше доверяют аренде жилья. Одну из причин мы назвали еще в начале программы теневой бизнес-аренды и риск остаться без своих кровных. Другая стереотипы. Если в Америке или в Европе семья может без проблем прожить всю жизнь на съемной квартире, то в России это будет восприниматься как неустроенность. Еще одна причина – стоимость. Если на Западе аренда стоит 20-25% семейного дохода, то здесь в России ценовая политика сложилась таким образом, что за квартиру придется выложить почти половину всего заработка. И при таком раскладе аренда теряет свою привлекательность. Таким образом, если программа «Арендное жилье» даст свои положительные результаты, то это поможет не только развить рынок аренды, но и сделать жилье доступнее. Это был «Квадратный метр». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова